Привет, друзья! С вами еженедельные новости мира виртуальной реальности. Люди, пожелавшие предзаказать Apple Vision Pro, начали получать новые рассылки от яблочной корпорации. В них было рассказано, что во время оформления заказа на Vision Pro покупателю потребуется сканировать свое лицо через Face ID с помощью iPhone или iPad, чтобы определить корректный размер лицевой маски и крепления. Если крепление с двумя лямками выглядит как поддерживающее регулировку, то про оригинальное широкое крепление непонятно, будет ли оно регулироваться, или же продавец будет класть в коробку крепления нужного размера прямо при покупке. Кроме этого, тем, кому нужны рецептурные линзы, компания приготовила особый сюрприз. Им придется отправить скан официального непросроченного рецепта на очки от американского автометриста. С одной стороны, это гарантия того, что у покупателя не будет проблем со старыми линзами, с другой, покупатели не из США не смогут получить эти самые линзы. А для тех, кто надеялся купить линзы с Алиэкспресс, был сделан еще один подвох. Датамайнер Miastro нашел в исходниках Vision OS, что после установки линз в гарнитуру нужно будет отсканировать специальный код из приложения Health. Скорее всего, код будет использоваться для задания корректировки искажений, вызываемых линзой, а также корректировки отслеживания взгляда под стеклами. Для тех, кто собирается пробовать гарнитуру в магазине, жизнь будет чуть проще. Марк Гурман рассказал в своей еженедельной рассылке про то, как продавцов магазина обучали правильные 20-минутные демонстрации гарнитуры Vision Pro. Чтобы гарнитура прилегала ровно под лицо покупателя, в магазине будут сразу доступны более 25 вариантов лицевых интерфейсов разных форм и размеров, а также два варианта мягких лицевых накладок двух размеров. Для того, чтобы пользователь не нес в магазин рецепт на очки, но получил гарантированно устраивающие его линзы, в каждом магазине будет стоять специальная машина для сканирования диоктрии текущих очков пользователя. После инструктажа по использованию интерфейса Vision Pro глазами, пользователь сможет сам надеть устройство на себя. В нём он увидит фотографии и видео, начиная с плоских, заканчивая пространственными, после чего перейдёт от приложений в многооконном режиме к полноценным иммерсивным трёхмерным видео. Эти демонстрации начали получать первые избранные блогеры и журналисты. Многие отметили потрясающую чёткость картинки и отсутствие подтормаживаний. А некоторые сказали, что это действительно самое проработанное AR-VR устройство. Клавиатура, как и нашёптывал Гурман, позволяет печатать лишь одним пальцем, но в то же время она позволяет печатать и взглядом, смотря на кнопки. И такой способ печати был вполне удобным. Но многие отметили и большой вес гарнитуры, или по крайней мере то, что она до боли давила на лицо или перевешивала вперёд с широкой лямкой. Но смена лямки на двойную, а иногда лицевой маски на другую, избавляла от боли. Журналисты остались в целом удивлены устройством. Несколько продавцов сообщили Гурману, что им самим было тяжело находиться в Vision Pro более получаса, потому что голова начинала уставать и потеть. На данный момент компания не ожидает особо большого успеха устройства из-за его высокой цены, но она понимает, что следующие поколения гарнитур будут сделаны с учётом потребностей реальных людей, и поэтому следующие поколения будут ждать больший успех. Например, первое поколение уже успело разочаровать отсутствием важных радиочастот. В преддверии появления устройства в магазинах в базе Федеральной комиссии связи США были опубликованы документы на его радиобезопасность. Так стал известен диапазон частот радиоволн, в которых Apple Vision Pro сможет передавать данные. В него входят 2,4 ГГц и 5 ГГц, но не входит диапазон 6 ГГц. Так что хитрым людям, надеявшимся по беспроводу использовать Apple Vision Pro в VR-чате с вайф-трекером на лбу, придётся довольствоваться чуть меньшим битрейтом картинки. Также во время анонса сбора предзаказов на гарнитуру Apple Vision Pro корпорация Apple заявила, что откроет их только в США. Но для жителей Китая, которые не готовы ждать полгода, онлайн-магазин JD.com начал собственный сбор предзаказов на устройства. Магазин предлагает купить устройство всего за 7 тысяч долларов. А для первых владельцев Vision Pro, которые надеялись просто смотреть в ней фильмы, медиа-корпорации Netflix, Spotify и Google приготовили неожиданные сюрпризы. Они отключили поддержку своих iPad-приложений для пространственного устройства, заставляя использовать браузерные версии своих сервисов с ограниченными функциями. А теперь новости не про Apple. Компания Disney анонсировала в своём видео, что один из самых известных изобретателей Disney Research, Ленни Смут, был включён в Национальный зал славы изобретателей США, наряду с самим Уолтом Диснеем. И как одно из своих самых новых изобретений он представил пол HoloTile – поверхность из дисков, которые могут почти бесшумно перемещать предметы и людей по своей поверхности. Ленни рассказал, что подобные полы могут быть использованы не только в парках развлечений, но и в системах виртуальной реальности. Английский стартап VividQ показал фотографию цветной голограммы, созданной компьютером и проецируемой коммерческим 4K-микро-дисплеем. Компания заявляет, что это первая искусственная голограмма, чёткость которой ограничена лишь человеческим зрением. Большинство искусственных голограмм, создаваемых компьютером, выглядят как шумные монохромные изображения. Но VividQ смогли создать голограмму, которая имеет произвольную глубину изображения и отображается в полном цвете в сверхвысоком разрешении, и использует уже производящийся микродисплей для проекторов. Компания уже заключила партнёрство с GVC Kenwood и с неназванным производителем потребительской электроники, чтобы выпустить на рынок устройство, возможно, AR или VR гарнитуру. Глава компании отметил, что голографические дисплеи будут больше всего нужны для AR и VR. Там они смогут показать себя во всей красе, умея подстраиваться под дефекты зрения пользователя и показывать картинку с полной глубиной резкости для близких и далёких объектов. Компания TCL объявила, что в феврале пройдёт запуск краунфандинговой кампании для автономных AR-очков Rayneo X2. Устройство оборудовано чипом Snapdragon XR2 Gen1, а также двумя микролит-дисплеями, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Управление может происходить с помощью сенсорных дужек, голосовых команд или кольца Rayneo Ring, которые выступают в виде контроллера. Помимо этого, компания объявила о том, что старт продаж умных очков Rayneo X2 Lite на базе Snapdragon AR1 Gen1 ожидается в третьем квартале 2024 года. Владельцы гарнитур Vario заметили, что в официальном интернет-магазине компании у гарнитур Vario Aero появилась приписка «Нет в наличии», а также гарнитура больше недоступна, небольшое количество устройств есть у дистрибьюторов Vario. Устройство всё ещё доступно бизнес-клиентам, но не для частных лиц. Список доступных производящихся гарнитур со встроенным отслеживанием взгляда покинуло ещё одно устройство. Британское звание The Telegraph сообщило, что Саудовская Аравия инвестировала 590 миллионов долларов в Magic Leap. Речь идёт о конвертируемом займе в обмен на наличные. По данным за ноябрь 2023 года, Magic Leap в сумме привлекла более 4,5 миллиардов инвестиций. Две японских компании, Syntex и DiverX, одновременно, но независимо друг от друга, анонсировали накладки на контроллеры Quest, которые смогут отслеживать два пальца, которые не отслеживались контроллером по умолчанию. Накладка Syntex называется Ubitora Plus и будет работать с контроллерами Quest 2, 3 и Pro, но только с ПК, сразу во всех приложениях SteamVR. Она будет иметь и встроенную лямку для фиксации на руке. Предзаказы начнутся 1 февраля на Kickstarter, цена ожидается в районе 200 долларов. Накладка DiverX будет называться Contact Sheet и пока что будет поддерживаться только контроллерами Quest 2 и 3, но компания собирается поддерживать и другие. Работать с устройством будет из ПК и без ПК в VR-чате в автономном режиме. Предзаказы откроются на сайте компании во второй половине января, цена около 100 долларов. Южнокорейский производитель устройств тактильной обратной связи BeHaptics показал на выставке CES новые ревизии своих жилетов и перчаток. Перчатки TactGlove перешли на новую версию комплекта разработчиков DK2. Трёхслойная конструкция перчаток была упрощена до двухслойной, а сами перчатки стали более удобными и стали лучше отслеживаться трекингом рук. Липучка также была заменена на магнитную застёжку, а улучшенная SDK позволила более точно управлять вибромоторами. Тактильные жилеты X40 и X16 тоже получили новую ревизию, их вибромоторы перестали издавать высокочастотный писк, а молния была заменена на бесшумную. Кроме этого, старые и новые жилеты начнут поддерживаться PSVR 2. Первая нативная поддержка появится в игре Breachers. Перчатки DK2 начнут продаваться в апреле, дата выхода нового TactSuit не была названа. Генеральный директор корейской корпорации LG Ку Кван Мо рассказал репортеру корейского издания The Guru, что в течение двух лет компания выпустит XR-устройство. Ранее планировалось выпустить гарнитуру с отслеживанием SteamVR, очки дополненной реальности и ходили даже слухи о том, что Мета выпустит следующую гарнитуру в партнёрстве с LG. Но за все эти годы корпорация LG выпустила только очки с пенкейк-линзами для кино, которые оказались не самого высокого качества. Новостное издание VRGura сообщило в уже удалённом посте, что в декабре корпорация Tencent получила от Мета отказ в дальнейшем сотрудничестве по XR-железу. Отчёт гласит, что Мета могла разорвать соглашение со своей стороны из-за конфликтов и разногласий в концепциях обеих компаний. Ранее издание сообщало, что Мета предварительно заключили сделку с медиагигантом о создании специальной версии гарнитуры Quest 2 для Китая под названием «Начальная версия Quest 3». Она бы отличалась от Quest 2 только улучшенным процессором, плюс производилась бы напрямую Tencent только для Китая. Была ли это вариация Quest 3 Lite – неизвестно. Несколько публичных дискорд-серверов по виртуальной реальности стали свидетелями необычного события. Анонимный пользователь опубликовал в них ссылку на официальные модели Quest 3 и Quest Pro со всеми внутренностями. Похоже, что пользователь слил в открытый доступ те модели, которые ранее были отправлены за скромное вознаграждение аналитику Брэду Линчу. Те самые модели, из-за которых Мета проводила внутреннее расследование, из-за которых CTO Мета Эндрю Бозвард возмущался неэтичным поведением Брэда. Моделям же уже нашли применение для красивых видео. Несколько недель назад Мета внезапно отключила функцию трансляции картинки из шлема в квест на телевизоры через Chromecast. Новость вызвала широкий резонанс, а многие издания написали заголовки по типу «Мета отключила самую полезную функцию шлема в квест». Но спустя непродолжительный промежуток времени компания также неожиданно включила эту функцию обратно. Комьюнити-менеджер компании пояснил, что трансляция не поддерживается полностью и может работать не для всех, а компания продолжит думать о том, как можно улучшить эту функцию. Мета выпустила для движков Unity и Unreal пакет Mixed Reality Utility Kit, который даёт разработчикам возможность легко создавать смешанную реальность на гарнитурах квест 3 со светом и тенями, такую, какую долго не смогут создавать и рачки. Пакет позволяет менять текстуры стен, пола комнаты, а также делать так, чтобы виртуальные объекты отбрасывали свет и тени на реальные. Разработчики уже начали экспериментировать с новым пакетом. Приложение Figment получило эту функцию в 21-м обновлении. До этого функции свет и тени имели из коробки только SDK ARKit от Apple и шлемы Vario. Разработчик Air Link Аманда Уотсон официально анонсировала квест-порт VR-эмулятора Nintendo 3DS с открытым исходным кодом CITRA. Он позволит запускать прямо на гарнитуре квест, дампы игр, легально полученные из консоли или скаченные с интернета. Исходный код и инструкции к аккумулятору будут доступны и будут, по мнению Ватсон, служить скорее инструкцией о том, как делать VR-режим в подобных автономных проектах. CITRA VR выйдет в бету 20 января на сайт квест и гитхаб. Пока VR, оригинал CITRA, уже доступен. Разработчик социального VR-приложения Helios объявил о полном прекращении работы над платформой. Разработчики сослались на то, что основное приложение поддерживалось единственным разработчиком, а разработка велась только вне основной работы, а также на множественные проблемы со стороны Steam и Epic Games, регулярно вставлявшие палки в колеса разработки. Helios будет удалён из магазина Steam 15 января. Моды, загруженные пользователями на моды.io, останутся. Discord сервер тоже останется активным. 10 лет назад, 16 января 2014 года, команда из двух разработчиков запустила небольшое приложение VRChat для девкита Oculus Rift, в котором несколько человек могли находиться и общаться в одном пространстве сцены-кафе, взятом из магазина Unity. Приложение вышло в Steam, прошло через пандемию, получило античит, викойны, стало домом Наклсов, Фури и аниме девочек и стало одним из самых популярных приложений виртуальной реальности со стабильным онлайном в более чем 20 тысяч человек. В честь юбилея платформы разработчики обновили домашний мир, вернув туда мир кафе и старый загрузочный экран. Издания Kotaku и Upload VR заметили, что техасская студия Vimo Games уволила всех 35 сотрудников компании без объявления официального закрытия. О закрытии студии рассказали лишь сами сотрудники компании. Vimo Games была разработчиком VR-игр Battle Bow и Micro Machines Mini Challenge Mayhem. Вторая игра была официальной адаптацией франшизы мини-машинок Hasbro и вышла лишь две недели назад. Студия Skydance Interactive объявила, что их игра The Walking Dead Saints and Sinners с момента релиза заработала почти 100 миллионов долларов. Совместно с этой новостью игра получила графический патч для гарнитуры MetaQuest 3. Из основных изменений можно выделить количество зомби на локации увеличилось до двух раз, были улучшены материалы, отражения, шейдеры и пост-обработка, были увеличены разрешения текстур и уровней, детализация объектов и появились источники динамического освещения динамических теней. Обновление уже доступно. А теперь Блиц новости. Команда мододелов TeamBeef анонсировала скорый выход нового VR-мода для Return to Castle Wolfenstein. Мод скоро будет выпущен на GitHub, а пока что доступен на Patreon-странице команды. Разработчик соревновательного VR-шутера Vale объявил о скором выходе игры из площадки Quest App Lab в большой магазин Quest. Игра станет доступна в магазине 15 февраля. На PSVR 2, Quest и ПК VR состоялся релиз VR-ремейк классической игры Bulletstorm. Первые игроки отметили низкое разрешение рендера игры, не самую лучшую графику даже на ПК и морально устаревшую физику оружия. Компания Perp Games объявила о скором выходе VR-порта хоррор-игры 2013 года Slender The Arrival. На каких платформах выйдет порт, сказано не было, но компания в основном занимается играми для PSVR 2. А бояться вам поможет наш спонсор. Этот выпуск создан при поддержке интернет-магазина виртуальной реальности Formula Q, ссылка в описании. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте палец вверх, если понравилось, и палец вниз, если нет. А в комментариях напишите что-нибудь про шлем Apple, я так много о нем говорил. Увидимся в виртуальной реальности.